Библиотека иностранная литература И, наверное, не лишним будет сказать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались А собрались мы вот по какому поводу Сегодня открытие нового сезона болгарской культуры в иностранке И открываем мы его уникальным, совершенно уникальным книжным событием Это презентация сборника 7 болгарских рассказов, 7 болгарских писателей и 7 студентов-переводчиков Спасибо за то, что наши переводчики сегодня в зале Спасибо за то, что наши авторы к нам подключатся и сегодня будут с нами в прямом эфире Еще раз благодарим за всех гостей, всех, кто помогал этому проекту И Московский государственный лингвистический университет, конечно же, тоже А я бы хотела передать слово генеральному директору библиотеки иностранной литературы Павлу Леонидовичу Кузьмину для приветственного слова Дорогие друзья, я счастлив Я счастлив, что мы сегодня собрались в нашей библиотеке Мы собрались здесь в живьем Извините, пожалуйста, за такое слово Но теперь мы уже все привыкли как-то общаться через телевизор, через камеры Но вот такое общение, которое сегодня у нас, это то, ради чего мы строим свою работу Ради того, чтобы мы могли обмениваться теми впечатлениями, теми знаниями, возможностями, которые у нас есть Господин посол, я рад видеть вас снова в библиотеке Вы уже не первый раз у нас дома Мы надеемся, что вы так и воспринимаете библиотеку иностранной литературы Я очень рад видеть представителей Московского государственного лингвистического университета Это тоже наши сестры и братья, с которыми мы всю жизнь вместе Я признателен переводчикам, которые вложили свой труд, свои молодые знания, свои молодые дарования Для выпуска такой небольшой, кажущейся книжечки Но очень важной для нас, потому что это познание Познание другой, родственной нам Но все-таки несколько другой культуры Нас в Болгарии объединяет прекраснейший 141 год взаимной дружбы Взаимодействия, одинакой родственной духовной культуры И я совсем, точнее, не совсем недавно, а сегодня узнал, что у нас, скорее всего, еще одна дата Которая нас в какой-то степени объединяет Мы в 1986 году с вами закончили один и тот же вуз Только вы закончили международные отношения Я закончил международное право Поэтому вот это вот объединение, которое у нас есть между Болгарией и Россией Это историческое Это то, чем мы должны дорожить Но время все-таки идет Оно требует каких-то новых подходов, новых каких-то познаний И нам надо, наверное, друг друга все-таки стараться узнавать по-новому Потому что появляется молодое поколение У них новые мысли, у них новое понимание, у них новые знания Мы должны понимать друг друга Мы должны, и самое главное, чтобы молодежь понимала друг друга Поэтому я очень признателен за то, что вот те проекты, которые библиотека вместе с посольством Болгарии С нашим прекрасным партнером, Болгарским культурным институтом Со всеми вами выполняет Потому что начиная с 2011 года, когда мы открыли здесь Бюст Вазово А в 2012 году Болгарский культурный институт пришел к нам со своими проектами в библиотеку Наше сотрудничество и наша деятельность не прекращается Мы уверены, что так и будет и дальше Поэтому я очень признателен за то, что мы пришли Точнее, вы пришли, мы отсюда не уходили Вы пришли к нам, пришли к нам в этот день, несмотря на погоду Господин посол, вам низкий поклон за то, что вы тоже нашли время и приехали к нам Нам это всегда очень важно и дорого И с вашего позволения я хотел бы вам представить слово Добро пожаловать Спасибо вам большое Спасибо Спасибо большое, Павел Леонидович Хочу еще раз извините, что я сам е поздавший сегодня Но были очень большие пробки А у нас новый шофер, который раньше работал в периоди 2005-2010 И он, наверное, привык посчитывать время проезда по тому времени Вы знаете, что сейчас все очень быстро и изменился, и трафик Так что извините, что немножко опоздал Уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа Уважаемая Инара Алиевна, для меня большая часть будет сегодня, как вы сказали, живою Вместе это для меня тоже какой-то новый экспириенс, поскольку мы очень долго работали онлайн Но я общался недавно с българскими художниками, они откривали въйставку и там услышал очень интересную мысль, что те картина и те произведения изкулств, тоже книги, которые будут созданы в этом очень специальном 2020 году Но через некоторое время будут иметь специальная стоимость, поскольку они созданы в очень интересные обстановки, которая для нас незнакомая Человечество не имеет такой опыт уже сто лет прошло, когда последний раз человечество сталкивалось во время Первой мировой войны с этим испанским грипом Так что все мы вместе должны были научиться как-то жить в этих новых обстоятельствах И поэтому это очень хорошо, что мы сегодня можем с любезнен съдействием в Центра славянских культур и на странки И, конечно, большое спасибо за то, что наш институт решился уже открыт сезон И, чтобы не забыть, хочу специально поблагодарить МГЛУ за этот прекрасный проект, потому что действительно это что-то очень серьезное и очень важно И мы очень рады, что проект уже имел большой доступ при помощи портала Культура.ру А сегодня у нас на руках будет и это книжное издание Конечно, надо поблагодарить всем българским писателям, которые предоставили свои тексты Всем студентам хочу большое спасибо сказать, которые их перевели И, конечно, спасибо педагогам, которые тоже помогали И мы сегодня очень рады, что мы сегодня вместе отметим премьеру этого уникального проекта Московского государственного лингвинистического университета Съвместно с Българским культурным институтом и библиотеки на странной литературе Желаю всем успеха, здорово и счастье И, наконец, что Ви сказали, что так более интересно Когда мы общаемся живо, Ви отметили, что мы оканчивали в тот же год Тот же самый хороший, красивый и известный институт Рассказать вам маленько историю Сегодня у меня получилась письменная просьба Одного българского заместителя министра Просьба была така Он как-то в последнее время вспомнил, что Когда заканчивал тот же самый институт Вместе с дипломом давали ромбик И у него потерялся Гадах и разная страна и там работа все И просит, что Ви Айву Павок получит такой же ромбик От института И, кстати, мы сделали запроси И сейчас надеемся, что найдут си такие ромбики, которые еще выдаются Я не знаю, просто для меня это тоже интересно Вот видите как годы все-таки проходят От связи остаются и это очень важно То, что Ви отметили, Павел Леонидович Что молодые люди сейчас самое важное Это точно так И мы должны помогать молодым людям Создавать свои связи Потому что контакты между людьми Особенно между молодыми людьми И между студентами Это самое важное Они когда встречаются Очень быстро находят общий язык Видят, что они одинаковые Что у них цели, идеали, ценности одинаковые И это делает мир лучше Спасибо еще раз Всем успеха Желаю Благодарим, господин посол Но так как уже сказали про большой вклад в данный проект Московского государственного лингвистического института Я бы хотела приветственное слово предоставить Екатерине Анатольевне Пахалковой Кандидату филологических наук Декана переводческого факультета Пожалуйста Уважаемый господин посол Уважаемый Павел Леонидович Дорогие студенты Уважаемые преподаватели Дорогая моя Коллеги Сегодня действительно очень важный для нас в частности тоже день Вот И причем я не одна, конечно, присутствую здесь в этом глу Потому что этот проект был важен Благодаря многим людям Это большой труд Начиная от ректора и всех наших структурных подразделений На переводческом факультете мы изучаем 30 языков Не так много, как МГИМО Но мы тоже стараемся воспитывать настоящих лингвистов Специалистов, которые именно будут осуществлять эти культурные связи Благодаря литературе Благодаря тому, что Нас Роднит И не забывая о том, что Нас может Отличать друг от друга Потому что Нельзя Недооценивать Нельзя переоценивать Сходство И культурное отличие Каждой страны Каждого языка Я думаю студенты Даже сейчас не понимают Насколько Уникальный этот проект Потому что Многие люди Годами ждут того, чтобы их произведения Переводческие Были опубликованы И многие из них Когда поступали на переводческий факультет Узнав, что они будут изучать болгарский язык Такой вот Довольно редкий у нас в стране Они наверняка были удивлены И Находились в таком состоянии Неизвестности Что меня ждет Но я сама Как специалист по редкому языку знаю Что именно С редкими языками Редкими Потому что Действительно Мало серьезных специалистов Нам просто очень повезло Что у нас есть Майя Вот У нас и у вас Вот И Стать частью Такого серьезного проекта Это действительно Очень Очень уникально Потому что По По разным соображениям И лингвистическим И литературоведческим Ведь Переводить малую форму Это всегда Очень сложно И это нужно Действительно Переводить под Таким хорошим Руководством Настоящих специалистов Вот Под опекой Культурного центра Посольства Это всегда И библиотеки Это делать всегда Гораздо Гораздо Приятнее И сама Когда я читала Эти рассказы Я удивилась Тому что я так мало Знаю О болгарской литературе Вот И даже себя укоряю за это Вот Потому что У этих У писателей болгарских Действительно Свой очень оригинальный Собственный стиль Как написала моя Балканы В болгарском Преломлении Вот И насколько В такой малой форме Удалось Такие Такие Порой глубокие Философские Как например В первом рассказе Двое Или как можно было В коротком рассказе На три страницы Например Вот мне Очень поразило Например Фанатки Патки Как можно было С такой иронией С таким юмором И с такой печалью Говорить о каких-то Таких серьезных материях Вот И заканчивая Хотела бы конечно Продемонстрировать Насколько Самая ирония Может быть И Говорит о глубоком понимании Вообще тех процессов Которые Каждый Уважающий себя Болгарский автор Твердо уверен В том Что в один прекрасный день Ему позвонят Из Стокгольма Или Голливуда Ну или в крайнем случае Из Парижа Я желаю Нашим Молодым переводчикам За которых Радею больше всего Потому что Сама тоже являюсь Переводчиком Декана именно Переводческого факультета Чтобы вам когда-нибудь Позвонили Из Стокгольма Или хотя бы Из Парижа Спасибо Большое спасибо Екатерина Анатольевна Из вашего Факультета Мы приглашаем К микрофону Елену Сергеевну Кудинову Кандидат Филологических Наук Заведующая Кафедрой Переводческого Факультета На которой работает И Майя Промотарова Уважаемый господин посол Уважаемый Павел Леонидович Уважаемые гости Я очень рада Что этот проект объединил Россию Болгарию У нас общий культурный код Письменность на основе Кириллического алфавита У нас Общее вероисповедание И при этом Хочу отметить Что не случайно Мне кажется Было выбрано Майей Такое название Сборника Семь болгарских Рассказов Семь болгарских Писателей Семь студентов Переводчиков Три семерки На мой взгляд Это сакральное число Его даже называют Ангельским числом И оно символизирует Духовное развитие Просветление И также удачу Поэтому этот проект С самого начала Был обречен на успех При этом Перед нашими студентами Стояла довольно Сложная Амбициозная Задача Потому что Художественный перевод Это Особый вид Интеллектуальной Деятельности И перед переводчиком На переводчике Лежит большая Ответственность Я считаю Что наши талантливые ребята Под руководством Майи Блестяще с этим справились Выполнили свою роль Медиатора Межкультурной Коммуникации Поэтому Браво Уникальным Болгарским писателям Браво Дорогой Майи И Браво Нашим талантливым студентам Отдельно Хочу Спасибо сказать Болгарии За Такого потрясающего Генератора Идей Как Майя И я очень надеюсь Что у этого проекта Будет продолжение Большое спасибо Коллегу прошу Переключиться На Zoom Там С той стороны экрана Но конечно же С нами Нас ожидают Писатели Про которых все Уже сегодня Узнали Это Елена Алексеева Иванка Могилска И Алик Попов Добрый день Уважаемые друзья Здесь Полный зал Вы видите Только меня и Майя Но поверьте Мы все Сегодня с вами На презентации Семи Болгарских Рассказов Которые Вы представили Для перевода Я передаю слово Майе Для того чтобы она Начала этот диалог Спасибо Катя Спасибо всем Которые уже Такие добрые слова Сказали что Было действительно Приятно Прежде всего За студентов Спасибо студентов Я бы очень хотела Чтоб мы им похлопали Здравейте Элена Здравей Иванка Здравей Алек Много се радваме Че сте с нас Ние ви чуваме Ако искате Кажете здрасти Добри вечер Ало Добре Здрасти дорогие друзья Иванка Чуваме ли се? Ще продължим И след време Ще чуем Иванка Аз съм тук с Антонина Хазяенова Защото наистина Аз говоря на български Я говорю по-български Я здесь с Антониной Хазяенова Потому что это действительно совместный проект И мы с Антониной работали Ну Тоже над сборником Функции Ну скажем Предпечатной подготовки Да Первый вопрос к Елене Элена За что избирать Азерасказ? Почему выбрала именно этот рассказ? Двое Сперва я хочу опять сказать Здравствуйте дорогие друзья Спасибо для приглашения Извините Что я очень плохо по-русски говорю Очень много ошибок делаю Так что больше не буду мучить ни вас, ни себя И попрошу Майя, чтобы она помогала Да Да, да, прекрасно А, чудесно Ами Ако трябва да съм съвсем честна избрах този разказ Защото си го харесвам И защото ми е много близък и ми е емоционално много скъп И И Если честно сказать Я выбрала этот разказ Потому что он не очень дорог И Чисто эмоционально Очень близок ко мне И Винаги Когато имам такива Много лични връзки с нещо Което съм написала Каквито винаги има Но те са С различна интенсивност От различен вид И сега така Да, у меня таки Очень лични близки связи Которые Реально всегда существуют на уровень интенсивности разни Винаги си мисля С кого бих искала Да споделя С какви читатели бих искала да споделя Това мое много скъпо нещо Скъпо на мисълта ми, на чувствата ми, на спомените ми И всегда у меня така мысль Но с кем? С кем поделиться Это дорогое для моей чувствительности Для моих мыслей Для моих воспоминаний Нечто Что в моей голове уже возникло И много силно се надява Този силен емоционален елемент Който е заложен в разказа Да допадне на младите преводачи А оттам и на читателите на техния труд И у меня была сильная надежда Что именно этот эмоциональный заряд Который заложен в «Рассказе двое» Будет достаточно заразителен для молодых переводчиков И, конечно, для читающей потом аудитории Благодаря много, Елена Алек, ти защо избра Разказа Който предложи на студентите Всъщност, Алек Папов Реально знал студентов Он бил к ним в гости Потому что в българском кабинете Часто делали встречи с писателем Алек Папов бил един из них И повтарям въпросът Защо беше този разказ избран от теб за тази колекция Защото, разбира се, аз харесам много тази история За всеки писател смятам, че това е водещото Когато трябва да избере някой текст С което не казвам, че не харесам другите си истории Аз имам твърде много Но този ми се видя доста подходящ Доста комуникативен Един разказ, който може да бъде разбран От различни хора с различен опит Конечно, я выбрала его, потому что мне очень понравилась эта история Не то, что другие истории, которые пишу, менее интересны Но мне показалось, что именно эта история Будет воздействована для людей разного опыта Разного возраста В общем-то, он имеет широкий поле и спектр аудитории Да, това е един разказ с много чувство за хумор Общо взето ситуацията трагикомична И според мен е наистина разбираема Нас харесам абсурдний хумор И смятам, че той по някаке значение универсален И в этом разказе заложен трагикомична ситуация Въобще я люблю, я любитель чорного юмора и мне кажется, что в этом разказе заложен универсальный ключ Благодаря, Алек Иванка, да задам същи въпроси на вас Защото по един въпрос ще ви зададе и Антонина Хазяенова Защо избра този разказ? Здравейте отново на всички Избрах този разказ по няколко причини Първата причина е, че това е един от най-харесваните от читателите разкази И аз много исках той да продължи да живее свой живот сред други читатели, които да го харесат Втората причина е, че в него се разглежат теми, които вълнуват всеки в един или друг момент от неговия живот И третата причина е языка Реших, че ще подкажете за перевод и че ще е интересно преди Выбрала по трьм причинам Первая, потому что это рассказы действительно нравятся читательской аудитории Вторая причина – это чисто тематическое Мне кажется, что он имеет универсальное послание И третья причина – это, конечно, язык И именно как работа над языком Мне кажется, это было очень интересное задание для студентов-переводчиков Сейчас я предоставляю возможность задать вопросы Елене, Алику и Иванке Могилской Антонине Хозяиновой Спасибо большое за такую возможность Мне было очень приятно стать частью этого проекта И очень здорово сейчас воспользоваться такой возможностью Задать свои вопросы лично писателям Тогда я буду той же очередности придерживаться Первый вопрос я хочу задать Елене Дело в том, что часть этого рассказа в аудиоформате Наши посетители успели услышать Я думаю, что они поняли, что речь идет о домашнем животном И мне хочется спросить, Елена, есть ли у вас домашнее животное Потому что ваш рассказ, он на меня произвел очень большое впечатление И мне кажется, что саморефлексия о том, как мы относимся к своему питомцу Но очень многое говорите о нас самих и через них мы можем понять себя Так вот мой вопрос, чему научились вы Да, 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 разбраво Ами аз много години имам домашни животные И последно тук, и ето тук зад гърба ми Не можете да го видите Но то е само на около 1 метр от мен Много лет я имею друзей, домашних питомцев, собак И вот моя любимая собака И сейчас буквально на метр от меня Просто жаль, что вы не можете с ней познакомиться А на какво са ме научили Не само кучетата Изобщо контакта ми с животните Ами на толкова много неща На толкова много различни и наобичайни начини Да гледам върху света и върху хората От изместена гледна точка А чему меня научили собаки, въобще животные То они меня очень много му научили И прежде всего смотреть на жизни на людей с други точки зрения И последното, което ще кажа само е, че В един момент си казах Боже, ами аз непрекъснато пиша за някакви кучета Непрекъснато някакви кучета се появяват в това, което пиша И след това си казах Ами когато един писател пише за своите герои Те в огромна част от случаите са хора, но това са просто различни хора И ако имаше кучета писатели Те щеяха да пишат за кучета през цялото време И това щеяха да бъдат отново различни кучета и различни хора И в общем-то я поняла, что очень много и очень часто в разных рассказах Пишу о собаках и животных И в какой-то момент я подумала Ну а если бы собаки поменяться точки зрения с собакой Если бы вы прочитали этот рассказ, то вы понимаете, о чем идет речь То они наверняка бы писали уже о таких же разных, абсолютно разных собак Какими в сущности являемся и мы люди Мы же такие разные, как и наши домашние животные Ирина, спасибо большое Мой следующий вопрос к другому автору Какво би искала да видиш между хората като взаимоотношения, ако го пренесеме към взаимоотношението в разказа двама, които са между човека и кучето? Всъщност взаимоотношенията в този разказ са между човек и Бог Да може да има отношение човека и Бога Независимо кога слагаме на мястото на човека и може би на мястото на Бога Несмотря каво мы ставим на место човека и на месте Бога А какви отношения бих искала да видя изобщо между всички живистищата в света Ами на първо място такива, в които те да не се изяжда в света В пряки преносен смисъл А если надо ответить, что за отношения, что за взаимоотношения я бы хотела увидеть в мире и среди людей, то в первую очередь, чтобы люди не съедали друг друга Это в первую очередь Спасибо, благодаря Может быть еще есть вопросы у кого-то? Спасибо 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 подмяната на Бога в неговият традиционен христианский и библейский смисъл, спрямо персонажа и Бога в рассказа? Не чувствам такава опасност, защото аз съм писатель, аз съм човек, който работи с истории и като творец се чувствам напълно свободна да грубо указанно праве как фотосистем я писатель, я свободный творец и я чувствую себя в праве делать и писать так, как я чувствую это необходимо Алло? Да, да, да Да, благодаря Мой вопрос к Алику дело в том, что ваш рассказ написан в сатирической манере и когда мы смотрели на перевод, столкнулись с проблемой, что очень сложно передать русскому писателю в каких-то моментах это настроение, особенно в каких-то конкретных ну таких вот шутках как вы относитесь к тому, что конечно часть оригинала она пропадает с переводом и что бы вы посоветовали юным переводчикам, которые с этой проблемой сталкиваются и конечно испытывают большой дискомфорт и какие-то негативные чувства При превода на хумора винаги има някакви загуби по трафика и какво е твоето отношение когато разбираш, че част от заложеното в оригиналния език не е представено от преводачите в превод Он пропал? Если он пропал, я скажу, что он отвечал в 1000 интервью Он говорил, что есть универсальная суть рассказа и когда существует универсальная суть рассказа даже если существуют некие потери по линии перевода а это не обязательно потери иногда это приобретение просто разные чувства юмора разные контексты то главное, что универсальная природа это суть рассказа осталось все остальное это варианты версии текста за что еще раз спасибо всем переводчикам и сейчас уже перевод вопрос к Иванке Могилской Иванка ваш рассказ так очень цепляет тем что действительно после начинаешь задумываться как много случайностей в нашей жизни которых мы, может быть, не замечаем но которые оказываются существенные для нашей жизни берите ли вы сами в судьбу и часто ли замечаете такие случайности которые становятся знаковыми въпроса ми е свързан с знаците и случайностите в живота вярвате ли в съдбата и в знаковите елементи които нещо ни подсказват за нашето бъдеще Иванка които ни следват а за Алек дали той се притеснява от това, че по време на превод се губи част от същността на хумора на другия език Да, това е така много важен и основен въпрос какво понеже хуморът е може би най-трудният за превеждане жанма по този въпрос ние много сме си говорили Да, да, с разбрах да Юмор, конечно, е да очень сложна само е сложна при переводията конечно много бъде бъл написана Да и в разговорите и с вашите студенти пак отново мисля, че говорихме по тази тема Значи най-трудното общо взето при хумора е когато така шегата се съдържа в самия язик И само е трудно в переводи когато шутка заложена действително в сам язик В разказа който аз обаче съм ви избрал и предложил тоя по-скоро така хуморът идва от една такава от ситуацията ситуационния хумор винаги е много по-разбираем тоя е такава да се каже универсалния хумор Но разказ който я предложил студентам е другого типа юмор там е ситуационния хумор който е более понятен и более леген для перевода Да И по причине колкото е по-абсурден хумора в интерес на истината толкова по-преводиве той толкова по-универсален и достъпен за аудиторията И как ни странно е чем более абсурден даден текст тем более универсален и доступен для само разнообразна аудитория Благодаря Алек Иванка сега очакваме вашия отговор за знаците и някакъв вид които по пътя срещате и доколко вие вярвате в тях които са заложени в вашата литература Всъщност аз не вярвам в съдбата не вярвам в съдбата като нещо предначертано спуснато отгоре смятам че всяко едно човешко действие всеки избор предопределя какво ще се случи по-нататък ние сме като скачени съдове избора на един подбутва избора на друг след това избора на трети и да в този смисъл случайностите не са случайни и са определящи за живота ние също Я в судьбу не верю но я верю в выборех когато ми делам един выбор сразу за ним пресекаят второй третий выбор и ето как перетекающи съсуди и вътре я действително верю что мы каким-то таким образом своими выборами предопределяем свою судьбу благодаря много и мы еще один вопрос мне очень хочется пожелать нашим писателям побольше русских переводов дело в том что я помню Елену Алексееву в 2017 году на ММКВЯ здесь в Москве она представляла перевод своего романа Нобелевский лауреат который вышел в серии новый болгарский роман и очень хочется чтобы наши встречи были более регулярными и чтобы они происходили на каких-то таких знаковых событиях и очень хочется пригласить лично вас в библиотеку и увидеться здесь и прочувствовать именно это живое общение Спасибо Спасибо Ви не можете да видите ръкоплясканията но вие ги чувате благодаря ви много още веднъж радвам се че получихте книжките до нови срещи и поканата която прозвуча от колегите от библиотеката за чуждестранна литература и да дойдете и да бъдете гости наживо а не по зум Благодаря ви още веднъж за предоставените разкази и за нашата среща Благодаря, Майя Благодаря ви Не уходи, пожалуйста, далеко Следующая выступающая Немножко предысторию расскажу Все говорили уже про уникальность проекта про уникальность книги необыкновенный опыт всех людей кто принимал участие при переводе издании озвучивании проекта и как-то проект получил у нас название саморазвивающийся который из какого-то зерна родился и потом в какой-то прекрасный цветок вырос но хотелось бы сказать что он начал развиваться благодаря искусству соединять людей искать хорошие замечательные проекты искусству это принадлежит Майе Промотаровой эксперт болгарского культурного института кандидат искусствоведения и Майя, наверное, про генезис проекта вот лучше всех расскажет сейчас нам Майочка, пожалуйста тебе слово я просто хотела сказать нашим писателям выключить микрофон акубич приятели исключать саму микрофон это продолжав это с нас и продолжу по-русски я сегодня очень думала как коротко рассказать о проекте который длится уже все-таки год и хочу сначала поблагодарить наших писателей студентов гостей уважаемые дамы и господа уважаемые сподвижники мне кажется что здесь нет ни одного случайного человека все сподвижники именно в понимании Белинского о том кто такой сподвижник кто-то предоставил свой рассказ безвозмездно семеро болгарских писателей кто-то в учебной классной комнате сел и начал это переводить с большим желанием с меньшим желанием не понимая что это за собаки говорящие и постепенно погружаюсь в эту очень разнообразную текстуру болгарских коротких рассказов я хочу сказать что современный болгарский рассказ на сегодняшнем этапе находится на очень хорошем витке и реально эти семь рассказов раскрывают достаточно богатую природу современной болгарской литературы и потом к этому нашему проекту подключилась Елена Кудинова с самого начала все коллеги Московского лингвистического университета коллеги Центра славянских культур из этого сложного для названия как вы придумали такое сложное название отдела мониторинга и грантовой поддержки не ошиблась не говоря о том что были волонтеры вот Светлана Куцарова среди нас много-много людей и действительно комок начал ну это как маленький такой снежный ком обрастать все больше все больше и самое что было для нас удивительное когда мы кинули клич это Катя Ритмюк кинула клич добровольцы чтобы нашлись чтецы и представьте себе за два часа за два часа мы нашли семь чтецов ну и они так прочитали эти переводы так прочитали эти рассказы что мы вдруг поняли что да мы сделали хорошее дело ура и мы это дело представили в самый такой пандемийный период на культуре РФ десятки тысяч людей уже услышали своими ушами прочитали электронную версию книжки и мы думали на этот закончить ну как-то мы так полюбили этот проект ну как его закончить надо дальше двигаться и мы начали думать ну что сделать были идеи сделаем его социальным большие буквы для незрячих нет сделаем его все в общем-то мы очень много мечтаний очень много надежд вложили в этот проект и я очень счастлива что книжки у нас сегодня на руках и только несколько слов о каждом писателе потому что они для меня очень важны с первой минуты они нам поверили и хочу чтобы они прозвучали еще раз имена болгарских писателей в этом сборнике это Георгий Господинов поэт драматур романист автор сборников с рассказами его естественный роман переведен на 23 языка мира его второй роман физика грусти вот опять эмоционистический проблем тоски или грусти но это сейчас в другой раз будем говорить переведен на все европейские языки мира его третий роман время убежища будем представлять по зуме 25 сентября а его рассказ который в этой книжке слепая вайша такая притча очень замечательная действительно на ее основе был сделан фильм который номинирован на Оскар прозвучит в финале сегодняшнего вечера Олег Попов вы его увидели но это просто дивный человек самый не случайно у него и приз чудо мира в общем-то у нас не так уж много таких парадоксальных абсурдистов с таким юмором как Олег Попов и вот чудо мир был один из них он следует этой традиции достаточно редкостной у него книжка книга как являются не только бестселлерами а по книгам его сделанные фильмы которые развелись в блокбастеры в общем-то он любит во всех жанрах когда напишет в одном жанре потом развивает в другом жанре вплоть до театра и это ему удается я думаю что студентам он очень понравился и если не было спора какого автора представить в этом сборнике то автор миссии Лондона Алика Попова было одной из первых имен Елена Алексеева конечно мы ее знаем и от Нобелевского лариата это наша серия Болгарского культурного института вместе с иностранкой я помню Галина Юзефович говорила что к этому автору надо присмотреться и действительно замечательный писатель и если вам понравился ее рассказ то вы могли бы прочитать ее пьесу в журнале иностранной литературы которая опубликована и называется Мадам Миссима Иван Комогиловский молодой автор поэт рассказчик у нее три сборника с рассказами действительно странное сочетание документализма и некой такой достаточно мистической сути такая метафизика автора который играет тоже игровая природа очень характерна она сама делает перформансы поэтические перформансы пару слов о Ирдане Де Радичкове может быть у кого-то на слуху его нет Юрдан Радичков но нет это внук и когда спрашивают внука ну вам легко под теню гениального деда он говорит очень даже хорошо продаются хорошо книжки кто понял что есть по серединке Де кто не понял но действительно очень талантливый автор ему 27-28 лет и он тоже был гостем студентов один из его рассказов в этой коллекции в коллекции текста Александр Секулова мы сегодня увидим буквально на минуту он нам появится уже в записи тоже поэт драматург у него проза очень капсулованная поэзия как справились переводчики поклон глубокий это тяжело было и редакторы и все в общем-то действительно сложная очень емкая проза он очень поддержал наш проект и является одним из авторов предисловия я кого-то забыла всех или кого-то пропустила а вот травка и в тем мы сегодня ее увидим она специально поприветствует нас это особый голос эту писательницу перевели на 32 языка ее издают с вами в США в Великобритании награждают периодически Китай ее любит очень и этот совсем для меня особый голос очень суровый очень жесткий очень характерно нашему пандемическому времену и абсолютной непонятности куда и что но такой правдивости суровой социальной я не помню что в болгарской поэзии я по крайней мере не читала ее рассказ кровь крота в книжке с рассказами по которой учатся в 8 классе в некоторых школах США то есть она исключительно популярна в англоязычном мире а вот в русскоязычном мире у меня такое я думаю что мы ее вводим и очень надеюсь что после рассказа который в нашей коллекции предстоит ей жизнь в русскоязычном мире спасибо всем еще раз спасибо и тем кто поддержал нас чтобы вообще книжка была оформлена это художник Дмитрий Анастасов и Полина Адамова спасибо всем с подвижником спасибо Майя к микрофону приглашается Мария Федорина переводчик студент Московского государственного лингвистического магистр извините Мария Федорина Московский государственный лингвистический университет Здравствуйте я бы хотела поблагодарить от лица нашей группы всех кто сегодня пришел несмотря на все на все обстоятельства я расскажу вам немного о том как мы начали переводить и составлять этот сборник для начала нам очень повезло с университетом и с нашими преподавателями наша программа построена так что мы изучаем не только лингвистические аспекты языка но также изучаем и выделяем много времени на культуру и традиции страны таким образом наша работа построена так что мы знаем очень много о киноискусстве о литературе о музыке Болгарии и эта работа в этих сферах принесла свои плоды еще задолго до выпуска этого сборника дело в том что мы перевели несколько фильмов которые были показаны в кинозале Третьяковской галереи и в культурном центре ЗИЛ также мы перевели пьесу Александра Секулова «Нет питания для электрического тока» о для стула простите и провели ряд лингвистерноведческих встреч в Российской государственной детской библиотеке и здесь в библиотеке иностранной литературы кроме того как уже говорил Майя к нам на пары часто приходили разные замечательные писатели и вообще талантливые люди как из Болгарии так и из России и когда ты читаешь когда ты общаешься с писателями разумеется хочется прочитать их произведения так мы поступали а так как мы учимся на переводческом факультете нам всегда хочется и перевести то что мы читаем и таким образом появилась идея составить сборник рассказов для того чтобы познакомить российского русского читателя с болгарской литературой это конечно же только часть всей истории и мне бы хотелось закончить парой фраз на болгарском мне переведет моя догруппница бихая сказала благодаря на всичке на авторе и приятели на нашу эту группу благодаря на куит излеза тоже сборник я бы хотела поблагодарить всех всех наших знакомых друзей нашей группы благодаря которым стал возможен выпуск этого сборника это первая важная степка за нас готова при выдаче это первый важный шаг на нашем пути переводчиков тоже сборник с рассказами который албом заспомин хоть и что держим в нашей личной библиотеке благодаря этот сборник с рассказами как о любом с воспоминаниями которые мы будем хранить на полках наших личных библиотек спасибо слово предоставляется Дмитрию Лучаеву магистру Московского государственного лингвистического университета знаете вот меня сейчас посетила одна очень интересная мысль пока я сидел о том что наверное первый раз в жизни я присутствую вот на таком мероприятии не в качестве зрителя а в качестве человека причастного к выпуску чего-то большого чего-то значимого и это очень круто как уже сказала моя одногруппница Мария мы были с некоторыми писателями знакомы очно с кем-то мы были знакомы соответственно заочно потому что до создания этого сборника мы не только читали их произведения но и переводили и одним из таких авторов был Александр Секулов чье произведение для электрического стула нужен ток мы переводили буквально за пару месяцев до появления идеи создания этого сборника и мы вот это произведение представили в качестве научной работы в нашем университете и выступали с ним и написали даже статью это тоже был очень очень значимый для нас опыт и Александр Секулов написал небольшое вступление небольшой пролог для нашего сборника отрывки из которого я бы сейчас хотел прочитать как раз в своем блестящем стихотворении «Голый остров» болгарский поэт Валерий Петров рассказывает о тяжелых непрекращающихся зачастую отчаянных попытках человека напоить пустынный сад своей души под громкие самодовольные насмешки окружающих но все же в конце стихотворения звучит непоколебимая надежда до конца пока не расцветет будем нести влагу к вам в эпоху упрощенного мира соцсетей когда человек из участника событий превращается лишь в стороннего наблюдателя во время когда различные формы пропаганды проникают в искусство студенческий проект семь болгарских рассказов семь болгарских писателей семь студентов переводчиков это своеобразный символ мужества людей которые каждый день упорно носят воду чтобы на голом острове распустились прекрасные цветы спасибо пожалуйста видео на экран Александр Секулов видео номер один Здравейте приятели никога по-равно връзките между българската и руската литература не са били така дивашки прекъснати вярвам че те първа те на ново ще се свържат защото това е нормалното сегашното положение на непознаване на двете литератури не е нормално и това времето ще го залечи поздравявам ви от сърце за мен изданието на този сборник е културен факт от изключително значение бодайте здравие ваш Александр Секулов Александр Секулов сказал что это просто существует некая пропасть между двумя культурами и эту пропасть созданную надо как-то восполнять и он считает что именно благодаря таким изданиям как этот сборник постепенно эта пропасть будет заполняться и наши связи станут такими естественными какими должны быть когда возводятся подобные мосты Александр Секулов спасибо большое слово предоставляется Федоровой Анне Сергеевне начальник отдела международных связей сопровождения программ образовательной и научной мобильности Московский государственный лингвистический университет всем добрый вечер мне очень приятно присутствовать на этом мероприятии и как уже сказала Екатерина Анатольевна я повторюсь но все-таки хочу это упомянуть что три года назад в Московском государственном лингвистическом университете у нас появился уголок Болгарии это центр болгарского языка и культуры и основной задачей данного центра является знакомство студентов с культурой и искусством Болгарии что немало важно для освоения языка и мы очень рады что студенты посещают мероприятия и участвуют в различных проектах связанные с болгарской культурой и огромная благодарность хочу выразить Майе Промотаровой которая вносит огромный вклад в развитие болгаристики в УНГЛУ и Майе ведет активную работу со студентами и является их проводником в мир болгарской культуры спасибо большое спасибо теперь дорогие друзья внимание на экран наш следующий писатель Ярдан Д. Радичков аудио видео номер 2 скъпи студенти здравейте искам много да ви благодаря че толкова много се потрудихте да създадете тази прекрасна книга която за мен е абсолютно чест да съм част от това нещо искам да ви пожелая още много възможности за вдъхновяващи срещи с българската литература и искам да ви пожелая и да продължавате да изписвате голямо удоволствие от работата си както искам и да ви благодаря от цялото си сръце тъй като вие всъщност сте носителите посланниците на българската литература и благодаря на вашата работа на ваши интереси на вашата мотивация текстто е на български автори заедно с тях и мои текстове и мой текст може да се срещне с читатели от Русия от едно толкова далечно място от България и за мен това е просто една сбъдната мечта още много добре си помням нашата среща в Москва когато успяхме да се видиме за малко надявам се да имаме възможност да се видиме отново и приемете моите най-искрени благодарности и най-големи поздравления за прекрасно свършената работа благодаря ви отново пожелавам ви да сте живи и здрави и да продължавате да чувствате голямо удовлетворение от работата си и да продължавате много да се вдъхновявате с следващите текстове които ще преведете успех и всичко добро от мен ета хвала студентам благодарна студентам что они сбылали сбылась его мечта как было прекрасно что они встретились год назад и как было неожиданно и великолепно что результатом этой встречи явился этот сборник и его разказ конечно является частью этого сборника спасибо большое что вы сбылали мою мечту и вы сделали это возможно и желаю вам всего-всего-всего наилучшего очень красиво хвала студентам доброго здравка Евтимова тоже приготовила нам сегодня приветственное видео внимание на экран видео номер три здравейте приятели за мене е много щастлив миг да дължа в ръцете си този прекрасен сборник от български разкази проведен на руски от руски студенти според мен късият разказ е най-къся път между човешките сърца и студентите които са пренешли своята радост своя ентусиазъм в превода на тези разкази правят живота и на автора и на читателя по-щастлив по-достоин по-светъл отправя ми своята благодарност към госпожа Майя Праматарова която с своята сила на духа с обичташни към литературата е създала една прекрасна атмосфера за създаването на тази книга и на студентите и на хората които са отдали енергия и време за изпълнението на тази прекрасна идея и раженето на книгата голяма благодарност и от мен от българските читатели и на руските читатели които се надявам да докоснат България с обичта си и с желанието за едно силно литературно приятелство Здравка е фига как я сказала Здравка Фтимова шеф болгарской секции пен-клуба замечательный уникальный голос не только Болгарии я думаю что вообще в Европе уникальный голос и она сказала что для нее короткий рассказ это самый ну рассказ является самой короткой дороги от писателя к сердцу читателя что она очень благодарна всем которые к этому проекту привели конечно прежде всего студентам и она надеется что именно этими рассказами русский читатель чуть больше узнает Болгарии и его ну Болгарском культурном коде скажем так в общем спасибо большое спасибо сейчас хотелось хотелось бы еще раз сказать про озвучку данного сборника как я уже сказала его можно найти с одноименным названием на канале ютуб а вот хотелось бы теперь пригласить тех людей которые нам помогли озвучить этот сборник совершенно уникальные замечательные люди спасибо большое спасибо социальным сетям действительно как Майя уже сказала через несколько часов после того как я разослала информацию то что есть такой замечательный проект и мы ищем людей которые смогут озвучить данные рассказы для всеобщего услышивания нашлись люди абсолютно разных профессий и переводчики и работники музеев и преподаватели и музыканты лингвисты абсолютно абсолютно разные люди абсолютно разных профессий некоторые спрашивают ты специально как-то психологически может быть подбирала рассказы потому что люди ну так замечательно читали так прочувствовались но нет действительно просто кто первый отзывался тому первому направлялась за текст рассказа и очень трогательно и большая поддержка для нас была потому что этот проект был сделан в период пандемии когда все сидели дома и у людей появилась замечательная возможность прежде чем прочесть этот рассказ его услышать мы этот каст включали на портале культуры.рф где много-много тысяч людей сначала услышали семь болгарских рассказов а потом его мы уже опубликовали поэтому пожалуйста выйдите на сцену скажите несколько приветственных слов Наталья Ольга Александров тогда буквально по одной минуте кто вы сфера деятельности и что больше всего вот вам запомнилось из этого проекта из рассказа что понравилось спасибо всем но раз я уже ближе всех к микрофону я наверное первое начну я постараюсь очень быстро во-первых огромное спасибо господу богу за то что он меня надоумил вовремя открыть фейсбук и увидеть Катя на сообщении на самом деле ничего случайного в этом мире не бывает здесь уже в общем-то все сказано было я тоже задала вопрос это специально мне этот рассказ я читала рассказ Здравки Евтимовой я думала что это вообще где-то списано даже немножечко с меня мне эта тема очень близка с другой стороны рассказ исключительной глубины исключительно философский ситуация могла произойти в любой стране и даже наверное в любое время история любовная все кончается очень хорошо вот тут уже как-то так традиция по-моему сложилась последнюю строчку или какую-то вот такую знаковую фразу зачитывать я тоже это сделаю рассказ называется я буду ждать тебя после ночного поезда она дождалась и кстати говоря был дождь и он ей дождь подарил вот примерно как сегодня и когда она уже отчаялась но она не чувствовала себя побежденной что еще очень дорого что человек героиню этого рассказа она очень романтична она очень тонкая но она спокойно смотрит жизни в лицо и она готова ко всему если мечта не сбылась сегодня она сбудется и вот эта вера наверное ей помогает в жизни он пришел через дождь все случилось все хорошо и последняя фраза в мире был лишь один человек который мог придумать такое вот немножко перефразирую я хочу сказать оказывается в мире могут быть вот такие люди которые могут создать придумать и осуществить этот проект всем огромное спасибо господин посол Болгарии в вашем лице янателья гусева экскурсовод музейной игрушки за бабушка я наверное присоединись к тому что уже было сказано до этого я занимаюсь переводами с польского языка поэтому когда я увидела объявление о том что вот есть такой проект кто-то осуществил эти переводы нужно их начитать я сразу согласилась потому что это потрясающая возможность и сам по себе интересный формат не просто где-то опубликованные или в электронном формате изданные переводы а именно голосом что-то услышать и в общем да я сразу согласилась и рассказ который достался мне я читала рассказ двое вот вы то что вы слышали это я это потрясающий по своей эмоциональной силе рассказ и прежде чем начать его читать для записи я решила прочитать его просто вслух для себя я не могла его закончить несколько раз потому что он действительно настолько большой эмоциональный и трогательный что ну я просто прерывалась потому что невозможно было я очень рада быть неожиданно для себя частью такого проекта и вообще очень благодарна что вот такое происходит потому что мне кажется что перевод это вообще как мастерство это лучшее что может пособствовать налаживанию культурных связей между странами ну и как мы в конце концов узнаем другую страну лучше чем если мы прочитаем то чем эта страна живет и что вообще она думает сама здравствуйте дорогие друзья я вас такими считаю потому что оказался по доброй воле здесь немного волнуюсь но скажу что думаю прежде чем прийти сюда немножко посмотрел о Болгарии потому что там никогда не был посмотрел что в Софии есть памятник Александру Второму который был ну можно сказать с подвижником освобождения до этого народа от османского ига и напротив памятника стоит национальная ассамблея Болгарии на которой написано сила в единстве вот возможно это не так но по той информации которую я получил как бы могу вам его тоже преподнести а уж вы проверите и сейчас соответственно здесь два народа русский и болгарский и другие представители народов которые проживают в России и соответственно действительно сила в единстве и тот труд который сделали все представители он намного значим и те люди которые здесь находятся те люди которые прокладывают мосты между этими народами вот даже сильно волнуюсь то что касается первого рассказа который мы слушали здесь как я его понял там говорится о том что необходимо иметь Бога и быть Богом самому то есть уметь любить уметь дарить эту любовь и принимать эту любовь и последний рассказ который я озвучивал спектр чувств он у нас заканчивается словами как традиции да а ты знаешь в Монголии пишут на кириллице давайте будем продолжать писать давайте не будем ждать звонков из Тальгольма а будем сами звонить в Болгарию говорить ну когда же выйдет новый рассказ вот чтобы я его перевел и наши переводчики могли бы тесно взаимодействовать с нашими друзьями из Болгарии всем спасибо давайте сейчас увидим всех наших переводчиков приходите ребята пожалуйста пожалуйста тогда тоже по одной фразе кто что узнал новый опыт новые чувства каждый свои эмоции опять же я начну раз я стою ближе всего к микрофону новые чувства испытываешь каждый раз каждый новый болгарский рассказ каждое новое произведение это всегда что-то новое ты открываешь для себя эту страну по-новому с каждой новой страны от каждого нового писателя мы были в Болгарии мы были там на стажировке очень интересная страна казалось бы что мы такие близки но на самом деле все не настолько одинаково потому что культурный код как говорит Майя совершенно другой в общем переводить болгарские рассказы это всегда очень интересно и познавательно и очень важно для каждого человека как переводчика мне кажется спасибо я считаю что литература это один из лучших способов знакомиться с другой культурой с другой страной и с другими людьми конечно же я переводила рассказ двое и пожалуй это мой любимый рассказ из сборника возможно потому что он мне близок так как у меня у самой есть собака и я была очень тронута когда я читала этот рассказ в принципе было очень интересно познакомиться с новыми для меня авторами с новыми рассказами с новыми чувствами которые были в этих рассказах и в принципе я считаю что этот проект действительно важный шаг в нашем пути к становлению переводчиками спасибо я бы тоже хотела сказать несколько слов про этот сборник на мой взгляд этот этот сборник он может быть и не совсем о Болгарии как таковой мне кажется что рассказы вошедшие в сборник они абсолютно разные по стилю и содержанию но их объединяет то что авторы обращаются к очень глубоким философским проблемам вне временным проблемам это ценность жизни неотвратимость смерти и конечно любовь и это был очень интересный опыт работы я хочу поблагодарить нашего педагога Моя Проматарова из своих коллег и вообще Болгария это страна с очень богатой историей и с уникальной культурой и я думаю что российскому читателю будет очень интересно познакомиться с современными болгарскими авторами спасибо в процессе работы вот лично для меня был наверное самый такой драгоценный момент это установление эмоциональной связи с автором через то что он написал да как я уже говорил что с некоторыми авторами мы не были знакомы лично очно но тем не менее мы почувствовали их как своих очень близких друзей потому что переводили их рассказы и мне запомнился очень момент когда мы выбирали рассказ который будем переводить у Ярдана Дородичкова если мне память не изменяет он ответил Майя что мы можем взять любой рассказ из его книги и мы взяли книгу книга была достаточно большая и понятное дело что мы просто физически бы не успели перечитать все рассказы мы пробежались по названиям и знаете лично для меня очень важно когда ты читаешь название произведения и понимаешь да это то что нужно то есть умение автора через само название передать всю суть самого произведения и зацепить уже на этом этапе через эти два слова это многого стоит спасибо в принципе мои коллеги уже озвучили все основные мысли мои тоже но от себя я бы хотела добавить что спасибо что наконец-то приятно почувствовать себя частью какого-то проекта такого который заставляет сблизиться два народа две такие страны как Россия и Болгария спасибо за предоставленную возможность и за все остальное и спасибо что вы здесь большое спасибо ребят ну и заключительное слово предоставляется Елене Павловне Марченко руководителю центра славянских культур чтобы она сказала всем добрые хорошие слова дорогие друзья уважаемый господин посол Павел Леонидович а я еще более счастлива потому что сегодняшний вечер удался я искренне хочу поблагодарить и болгарский культурный центр в лице Майя Промотарова и наше любимейшее посольство моё любимейшее посольство я говорю искренне потому что Болгария для меня первая славянская страна помимо моей родной Украины которая мне открыла дверь в славянский мир и я счастлива еще потому что в этот сложный период пандемии мы были вместе и это очень важно ощущать дух нашу славянскую общность нашу великую славянскую семью в момент какого-то кризиса когда ты не знаешь куда двигаться и чем это все закончится было очень важно и здорово знать что рядом Майя которая приняла решение мы делаем все онлайн мы выходим в онлайн и немедленно и с этого все и началось и я особенно рада что оно все и закончилось и мы снова вместе и мы снова оффлайн и встреча радостная и вечер замечательный и всех хочу поблагодарить искренне и всех обнять добро пожаловать санславянских культур в любое время наши славянские объятия всегда вас тепло встретят до новых встреч господа всем спасибо объявляется фотосессия сегодняшнего вечера спасибо